Приветствую вас уважаемые дамы и господа, я постоянно делаю видео про второй и третий тиры лодок, однако в этот раз мы с пацанами решили поплавать в нестабильной версии на выше, самый сложного уровня игры, извините за тавтологию. И для начала нам нужна была лодка первого уровня, в которой должны были быть в наличии деконструктор и фабрикатор. Дохлый кот, который является автором триггера первого обзора, на который я делал ранее, подкинул эту бочку. Я не буду особо цепляться к этой лодке по основной причине. Это скажем так прототип и не финальный вариант, плюс эта лодка будет реворкаться, о чем не раз кот нас предупреждал. По традиции приглашаю всех на наш дискорд сервер, если хотите также поиграть с нами, вперед заходите, ссылка в описании. Слушай, а ты там с другом игрался, все доиграл? Верхние пушки. А так ты в школе что ли учишься? Нет, я в школе в Тути. Я в диски Тути, мне 45 лет. Говорил, что мне так абсурдно вышло еще хуже. Как говорил Владимир Ильич, учиться никогда не поздно. Это да. А чё, к чему бы, деду, знаешь, когда ты приходишь на работу, а с тебя требует стаж опыта 20 лет, хотя тебе всего 18. А сравнение у нас будет с чем? Правильно, с Бурсуком, так как это единственная боевая лодка первого уровня. Первое. Стоимость 3200, у Бурсука 3999. Второе. Тут стоит средний двигатель мощностью 250, потреблением 1000 кВт. Третье. Стандартный реактор с выработкой 3200 кВт, плавление 120, возгорание 20, потребление 0.2. Четвертое. Корабль защищают 3 пушки, из которых 2 магнитные и 1 пустой слот, малый, для боевой лодки в норме. Пятое. Присутствует люк сброса глубинной бомбы, а также 1 разрядная катушка на крышек, которая не раз спасала наш корабль. Пиздец, 2500 год, блядь. Тотальная нехватка ресурсов, блядь. Медики, медики на субмаринах играют, играют едой, блядь. Волейбол. Нижняя пушка ползана. Постоя, для хранения патронов используется 6 слотов под ящики, стойки для снарядов рельсотрона здесь нет. Стойки для водолазных костюмов тут 4, на 1 больше, чем на барсуке. Нет, ты знаешь, это прям мастер-клик нужен. А, блядь, я импостер, ёбаный, я думал, что мне кнопка саботажа будет. А, блядь, я что, предателем должен быть? Я порно. А что он нахуй за предателем? Просто, ох, черт. Какой бы урод событий. Восьмое. Установленный фабрикатор, связанный с маленьким шкафом и деконструктор. Медфабрикатора здесь, понятное дело, нет. Девятое. За объем груза отвечает 1 большая стойка на 4 слота. Десятое. На корабле 1 большой шкаф, 3 маленьких, 1 из которых для фабрикатора. Я все, что помню, это когда мы с ИКМ и ИНИСТом срались насчет этих шпинелинов. Мне кажется, это самый полезный спор был, блядь, вообще из всех споров. Там просто буллинг был конкретный домино, я влетел на быдлячек, сказал то, что ни хуя, а потом оказывается, что там большой был. Буллинг. Оказывается, большой, блядь, шпинелин обсуждается, а не мелкий. И я такой, а, ну, ладно. Даже интересно теперь. Ну, пробивает сколько он может пробить... А, это? Это я помню. Запчастей человека. Помню эту хуйню, потому что отрагает видео. У тебя, кстати, тот видос остался, блядь. Не, ну большой нисколько. Да, он убивает сразу. Одиннадцатое. Скорость движения 22 км в час. Скорость погружения 21 км в час. Скорость всплытия 19 км в час. Хороший набор скорости, отличную управляемость, как для бочки. Двенадцатое. Оптимизация лодки. Предметы 452. Тенеобразующие лампы, вообще две штуки, тут в норме. Хулы также в норме. Давно я не плаву в баре с 140 фпс, спасибо этой лодке. А, ну у нас же огромные цены. Бля, еще нам 10 метров. Чего? Какой, блядь, ремонт? Блядь. Стример в тильте. Ура, травмы погиб. Травмы погиб, погиб, погиб. Тринадцатое. Обшивка корабля состоит из обычной обшивки прочностью 200, нос 300, задняя часть 200. Также есть прослойка между броней и основными отсеками, толщиной 75, отчего при ударах вашу лодку не сминает, как алюминиевую банку. Четыринадцатое. Пути для ботов. Тут плюс-минус нормально, кроме задней части, где мы выращивали все растения. Оттуда боты не могли никогда вылезти. Наборы. Ну да. Юниор ресни, пожалуйста, на мостике. Я мертвый лежу, блядь. А, ты тоже жадкий, блядь. Ну я починил два щитка, один аккумулятор. Лежу, отдыхаю. Ну гагаизе. Перед тем, как начну говорить про плюсы и минусы, поясню. Плюсы и минусы расставлены по типу баланс-дисбаланс и сравнение с ванильными лодками. Допустим, как наличие сканера минералов, для кого-то это может быть плюс. Ну вот как, например, для меня. Так как это удобно. Но я пишу его в минус, так как его на боевой лодке быть не должно. Я надеюсь, вы поняли критерии. Плюсы. Первое. Есть дополнительное электропитание из одной батареи. Также есть дополнительное питание отдельно от системы. Второе. Балластные отсеки в норме, как балансировка. Также балласты большие, из-за чего вы быстро опускаетесь. Третье. Интересный дизайн и нормальная компоновка всего на корабле. Четвертое. Для управления лодкой хватит небольшого экипажа от двух до четырех человека ботов. Пятое. Лута на корабле минимальное количество. Шестое. Электрощитки в одном месте, кроме одного у капитана с батареей. Седьмое. Есть сигнализация. Восьмое. Парочка Г-образных коридоров. Девятое. В нижнем левом отсеке удобно выращивать растения. Я даже... Сказал. Блани, ёбаный ты, блядь, огузок, сука. Я только туда уехал, хотел положить. Он уже, блядь, этот забирает. Весь мешок. Я понял. Ты посмотри, чё там. Там взрывоопасная хуйня. Бойся. Боюсь. Первое. Характеристики не расписаны, но опять же, здесь ничего не описано по причине того, что кот добавил данную лодку просто по моей просьбе. Второе. Двери не автоматические. Третье. Есть сканер минералов. Четвертое. Пустые буферные зоны. Пятое. Нет кровати. Шестое. Нет гитары. Можно, пожалуйста, не ебать ползуна, блядь, на моем мостике? Проходка у нас будет небольшая. Начнем с терминала. Тут мы можем сбросить бомбу или активировать верхнюю катушку. Сверху над дверью располагаются два рычага. Один запускает запасную батарею на случай, если закончилось топливо, а второй блокирует входную дверь на случай мятежа клоунов. Снизу располагается первый балластный отсек. Сверху находится выход с корабля и три стойки для водолазных костюмов. Шлюз стандартный. Возвращаемся и идем левее. Под нами второй балластный отсек. Далее идет отстрелочная с тремя перископами пушек. За питание их отвечает один суперконденсатор. Так что стрелять без передышки сразу со всех орудий не выйдет. Под нами располагается реактор и электрощитовая. Далее идет фабрикатор с деконструктором и двигатель. Под нами кислородный генератор и удобная комната для посадки растений. Какой итог я могу подвести по данному кораблю? Была бы кровать, цены бы вообще не было этой лодки. Если вы играете в небольшой компании, без ботов, а также с повышенной сложностью. Корабль стойко держался и когда его топили, и когда дрался с монстрами бездны. Я не знаю, что кот хочет тут реворкать. По мне хороший середняк, я бы ее даже приравнял к нормальным ванильным лодкам. Просто и со вкусом. Блин, надо сделать все-таки систему, которых нормально считает. Это я что-то все забываю или забиваю. Подольск вообще в 25-м году выйдет на обзор, так что? Да нет. Подольск в этом году выйдет. Чего? В этом году будет обзор на Подольск. Ого, это что, тизер Подольска только что мы наблюдали? Походу. Лидер обзора на Подольск. Ну а на этом, наши дорогие друзья, все. Всем огромное спасибо, что посмотрели данное видео. Не забывайте входить в наш дискорд-канальчик. Ссылочка будет в описании к видео. Писать ваши комментарии, ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи, пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok